Мир полон тайн и загадочных явлений Используя особые ключи, ключи познания. Тот, кто дал жизнь человеку, тот и будет взвешивать человека. И это слово «суд Божий» – это неотъемлемая часть учения Иисуса Христа. Сегодня я бы хотел коснуться этой важной темы – судебные процессы Царства Божьего. Эта тема не очень популярна. В основном об этом говорили в религиозных церквах, потом было пробуждение, харизматическое учение захватило наше сознание, и мы принялись за современную жизнь, за землю, за процветание, исцеление. Но, тем не менее, жизнь проходит. И я думаю, что Библия дает нам полную картину, и мы должны не только уметь жить, мы должны научиться умирать красиво. И мы должны еще подумать о вечной жизни, потому что вечная жизнь – это стимул здоровой, сбалансированной христианской жизни на земле. Апостолы, ученики, служители, герои веры, они, взирая на воздаяние, могли стать героями на этой земле, только уповая на вечные ценности, только помышляя о горнем, а не о земном, только зная, какую награду на небесах Бог дает тем, кто служит, могли состояться Даниилы, Сидрахи, Месахи, Авденаги. И я думаю, что было бы логично завершить исследование этого важного предмета, как совесть, от начала и до конца. Мы должны признать, что наш Бог есть начало и конец. Он сказал, я есть альфа и омега. И начало – это творение мира, это создание вселенной, это сотворение человека, это учреждение на земле всех институтов власти, это утверждение в человеческом естестве божественных стандартов, и как бы человеку не хотелось, но контроль над человеческой жизнью сохраняется от рождения и до смерти. Тот, кто дал жизнь человеку, тот и будет взвешивать человека. И это слово «суд Божий» – это неотъемлемая часть учения Иисуса Христа. Евреям, 9 глава, 27 стих. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд? Кем бы человек ни был? Христианин ли? Будет суд. Или это язычники? Будет суд. Будь это президенты цивилизованных стран, если это человек, смерть, а потом суд. Есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед. Есть Божий суд. Божий суд – это финальная страница человеческой истории». Как положено человеку умереть, а потом суд? Бог – судья. Вот почему вся жизнь, она пишется, вся жизнь взвешивается. Повторяю, кем бы человек ни был. 1 Петра 4,7 апостол Петр говорит, близок всему конец. Все в этом мире однажды начинается, и рано или поздно все заканчивается. Какая бы ни была, великолепная эпоха Давида. Давид родился, прожил красивую, грандиозную жизнь, полную успехов, падений, взлетов, слез, радостей. Но приходит день, и человек умирает. Как сказал один классик, все в мире призрачно. Одна смерть реальна. Можно сомневаться, выйдешь ты замуж или нет. Можно сомневаться, стану ли я там апостолом или нет. Можно сомневаться, выиграем ли мы на этих выборах или проиграем. Можно сомневаться, построим ли мы там башню или не построим. Можно во всех вопросах сомневаться. Но в том, что однажды наступит смерть, никто не сомневается. Это та реальность, которая приходит к нам, не спрашивая нас. Положено человеку умереть. После того, когда люди возле гроба скажут, это был хороший человек, свое последнее слово скажет тот, кто тебе дал дыхание жизни. Координаты вечности определяет жизнь на земле. Если бы смертью все заканчивалось, какие бы мы счастливые были, какая бы это была красота, что бы ты ни творил, концы в воду и все. Но, увы, реальность такова, что все тайное однажды станет явным. И все, что мы скрывали от людей, оно не будет скрыто перед Божьим взором. И Бог откроет памятную книгу, Бог откроет книги, Бог все пишет. И каждый человек будет судим по написанному, согласно тому, что мы делали на земле, творя доброе или злое. Далее в программе. Бог будет судить не только людей, Бог будет судить ангелов, которые не сохранили своего достоинства, которые нарушили Божий закон. Итак, наша жизнь на земле – это подготовка к вечности. А в вечности только два адреса. Одни будут праведники, которые будут наследовать царство, уготованное от создания мира. И другая категория людей – это будут проклятые люди, которые пойдут в огонь вечный, где будут мучиться дьявол, ангелы его, и те люди, которые отказались жить по правде Божией и служить Ему. То есть вечность делится только на два адреса. Только на два адреса. Это небо, это царство Божье и гиена огненная. Сегодня в Европе во многих церквах запрещено говорить о том, что после смерти человека ожидает ад. Потому что это якобы покушение на права человека, на права грешного человека. И проповедь о Божьем наказании и возмездии считается дискриминацией прав грешного человека. Вы знаете, там, где церковь теряет свою власть и свои позиции, там начинается безумие. Но как бы люди Бога могли запрещать? Вы помните? 70 лет Бога нет. Как будто на земле второй Бог появился. И мне нравятся эти два плаката. Бог мертв, Карл Маркс. На втором плакате. Карл Маркс мертв, Бог. Последнее слово. Все-таки не за теми, кто на земле, а за теми, кто на небе. Конечно, нам бы ласкали слух хорошее учение о процветании, о терпимости ко греху, о терпимости к дьяволу и бесам. И Писание так и говорит, что в последнее время люди будут избирать учителей, которые бы льстили их слуху. Уютная, комфортная церковь. И в этой церкви комфортно грешникам, и праведникам, и гомосексуалистам, и тем, кто делает аборты, и тем, кто развелся, и тем, кто... Вы знаете, Бог не творил такой церкви, где всем было бы уютно. Бог творил церковь, в которой будет уютно только праведникам. В церковь, которую Бог создал, там будет дискомфорт грешникам, и грешник, либо обличаемый совестью, должен раскаяться и освободиться от греха, либо он встает и уходит, потому что мерзость для беззаконного человека – праведник. Поэтому, как бы ни старались умалчивать или задвигать куда-то на периферию учения или откровения о Божьих справедливых судах, суды Божьи придут, и с этим никто уже и ничего не сможет делать. Давайте этот семинар так и обозначен. Судебные процессы Царства Божьего. Это суд Божий над языческими народами. Это первое. Второе. Будет обязательно судилище Христово. Верующий в Сына Божьего на суд не приходит. Бог не будет судить церковь вместе с языческими народами. Для того, чтобы оценить церковь, будет судилище Христово. Третье. Мы никогда не сбросим со счетов, что у Бога есть избранный народ Израиля. Израиль. И что это многовековая история должна тоже чем-то закончиться. И заканчивается она тем, что Бог подводит итоги. Суд Божий над Израилем. Иисус сказал однажды эту таинственную фразу ученикам. Вы сядете на двенадцати престолах и будете судить двенадцать колен Израилевых. То есть с Израилем у Бога свой разговор. И четвертый судебный процесс – это суд Божий над ангелами, не сохранившими своего достоинства. То есть суд Божий над падшими ангелами. С язычниками у Бога свой разговор. И на территории языческих народов есть своя шкала ценностей. Есть свои праведники и есть свои преступники. Бог будет судить языческие народы. И написано верующий в Сына Божьего. На суд не приходит. Тем не менее, будет другой судебный процесс. Потому что время начаться суду с Дома Божьего. Будет судилище Христово. Сейчас мы обоснуем эти пункты местами из Библии. Но тем не менее, церковь пройдет через этот процесс. Дальше. Израиль. Израиль не относится к церкви. Израиль не относится к языческому народу. Израиль – избранный народ. И у Бога с этим народом свой конкретный индивидуальный разговор. И не стоит смешивать. Мы не Израиль. Израиль – не мы. Мы не язычники. Мы уже во Христе Иисусе. Также апостол Петр и апостол Иуда, они открывают нам еще истину о том, что будет еще судебный процесс. Бог будет судить не только людей. Бог будет судить ангелов. Они не сохранили своего достоинства. Которые нарушили Божий закон. Вы помните? Первый грех ангелов – это они согласились вместе с Люцифером поднять восстание. Штурм. И была битва на небе. Третья часть звезд, которые восстали во главе с Люцифером против Всевышнего. Они были наказаны и сброшены. И второй грех, который совершили ангелы – это когда мы читали в книге Бытие, когда ангелы, сыны Божьи, они стали совокупляться с дочерьми человеческими. Они открыли тайны, они открыли запретные файлы, которые Бог закрыл. И это было великое зло, потому что после того, когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, растлилась земля. После чего произошел потоп. Бог будет судить этих ангелов. Какие-то ангелы сегодня на свободе, падшие ангелы, демоны и бесы, которые под силу человеку, который знает Иисуса, приказывают побеждать. Но есть такие ангелы, которые сегодня в цепях, там в узах на суд вечного дня, они сохраняются, соблюдаются где-то. Потому что если бы они вышли, то все, крышка всем бы нам была. Поэтому будет четвертый суд – это над падшими ангелами. Ни один человек не избежит суда Божьего. Каждый еврей предстанет на суд Божий, суд Божий над Израилем. Это будет своя аудитория, это будет своя конституция, там будут свои обвинения и свое оправдание. Если язычник, нету такого язычника, который не предстал бы на суд перед Богом. Бог будет судить каждого язычника. И плюс, если мы христиане, если мы язычники, которые уже обратились от ложных богов, и мы сегодня покаялись, и мы рождились свыше, никто из нас, ни я, ни ты, ни он, ни она, каждый, кто великий, малый, мы все предстанем перед судилищем Христово. Короче, четыре судебных процесса. Суд Божий над языческими народами. Псалом 9, 8, 9. Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона. И дальше. Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами в себе закон, ибо они показывают, что дело закона у них написано в сердце, о чем свидетельствует совесть их, их и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Павел говорит, по благовествованию моему будет день. То есть, день Х. Запланирован день, когда Бог будет судить все тайные дела человеков. Матфея 25. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его, придите, благословенные Отца Моего, и наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от Меня, проклятые в огонь вечный, уготованы дьяволом и ангелом Его. Далее в программе. Просто пьянчушка, который просто под забором валялся, и не принял Иисуса, и Гитлер, который в крови утопил целые народы. Давайте согласимся, участь у них даже, у погибших, двух погибших, будет разной. Язычники, которые не слышали об Иисусе, они будут судимы по закону совести. Суд Божий всегда проходит на каком-то основании. Когда мы говорим суд Божий, мы всегда предполагаем Конституцию. Суд защищает закон. Там, где есть закон, там всегда будет справедливый суд. Но что суд предполагает закон, защищает закон. Тот, кто исполняет закон, награждает, а тот, кто нарушает закон, наказывает. Поэтому суд Божий над языческими народами будет происходить на основании закона совести. Судилище Христово. Иоанна 5, 24. Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Верующий в Сына Божьего не умирает, но он уже перешел от смерти в жизнь. И Писание говорит, и на суд не приходит. Верующий в Сына Божьего не приходит на суд козлов и овец, потому что церковь – это невеста Иисуса Христа, и она никогда не будет стоять рядом с теми, кого Бог назвал овцами и козлами. церковь относится совершенно к другой категории людей, поэтому вот на этот суд козлов и овец верующий в Сына Божьего не приходит, потому что для церкви будет совершенно другой судебный процесс. 1 Петра 4,17. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьим? Петр говорит, да, мы на тот суд не придем, потому что там статьи легкие. А кому много дано, с того много спросится. И если с нас начнется, это уже позиция церкви, позиция апостола. Если это с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию и Слову Божьему. И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится. Следующее место, 2 Коринфянам 5,10. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Да, мы не приходим на суд козлов и овец. Будет другой судебный процесс, рассчитанный на христиан, на детей Божьих. Этот процесс апостол Павел называет судилище Христова. И здесь он говорит, «Всем нам, подчеркни это слово, всем нам, никто не избежит, лидер ячейки, только покаявшийся человек, апостол, человек, который стадионы приводил к Богу, человек, который исцелял, человек, который изгонял бесов, всем нам надлежит явиться перед судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал». Поймите правильно. Если суд Божий над языческими народами определялся лишь по одному признаку «спасен, не спасен» на небо или в гену огненную, судилище Христова предполагает не только твое представительство в Царстве Божьем, но и уровень твоей награды, чтобы получить каждому соответственно тому, что он делал в теле, доброе или худое. Матфея 5,19 «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». То есть судилище Христова предполагает не только мандат на то, что ты спасен, это мало, я уже знаю, что я спасен, вопрос не в этом, вопрос, какую тебе Бог приготовил награду. Давайте согласимся, что точно так же, как ад имеет семь уровней, как классики говорят, семь кругов ада. То есть ад для погибших будет разный и температура разная. Просто пьянчушка, который просто под забором валялся и не принял Иисуса, и Гитлер, который в крови утопил целые народы. Давайте согласимся, участь у них, даже у погибших, двух погибших будет разная. И давайте согласимся, что и небеса для спасенных тоже будут разными. Кто исполнит заповеди Божьи, это уже вопрос касается служения, ты служишь и я служу. Кто исполнит, во-первых, опыт у тебя, ты уже испытал это, и так научит, великим наречется в Царстве Божьем. А кто нарушит и вот эту нарушенную заповедь будет проповедовать и люди другие будут нарушать, тот наименьшим наречется в Царстве Божьем. Вопрос, будут ли в Царстве Божьем классовые различия? Ответ, да, будет. В Царстве Божьем будут великие и в Царстве Божьем будут наименьшие. То есть награда будет разная, там не будет социализма, там не будет равных наград. Каждый получит свою награду. Дальше. Римлянам 14, 10, 12. А ты, что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Это уже христианская территория, это уже церковная градация. мы все предстанем на суд Христов. Близок всему конец и оценка моей жизни, угодил ли я Богу, насколько я угодил Богу, будет оценивать справедливый судья. Ибо написано, живу я, говорит Господь, передо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Наступит день, когда каждый из нас, подумайте только, это не просто я верую, я вот думаю, я воображаю, визуализирую, каждый из нас за себя. Подумайте, это очень сильная штука, двое будут на одной постели, один возьмется, другой оставится. Нам кажется, что муж за жену будет отвечать, потому что он более помазанник, он священник, он голова, а другие спрятались за женой, говорят, жена, она вообще такая, Маргарет Тэтчер, я вообще, как знаете, как у Христа за пазуху, а ничего подобного, Бог тебя вытащит из-за пазухи и скажет, ты за себя дай отчет Богу. Как ты жил? Лот за себя даст отчет, а жена Лота за себя даст. Каждый за себя даст отчет Богу. Наша жизнь будет взвешиваться, и Бог будет судить каждого из нас по своим критериям. 1 Коринфянам 4,5 «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Если бы мы спросили, а какой суд строже? Суд Божий над языческими народами или суд Божий над церковью? Кому много дано, с того много спросится. Потому что то, что язычники знают, это примитив, а то, что церковь знает, это совсем другой уровень. Спасибо, что вы были с нами. В следующей программе смотрите. И Писание говорит, что он рад был покаяться перед Богом, но он не мог, потому что если сатана входит в человека, он перекрывает кислород, и этот человек в жизни уже не может покаяться перед Богом, потому что если бы он покаялся, Господь бы простил, и он бы был спасен. Пользуясь возможностью, хотел бы в первую очередь поблагодарить всех тех, кто поддерживает наше служение. Для нас вы очень много значите. Мы молимся за вас, и вы также продолжайте молиться и за нас. Благодаря молитве возникают те необходимые взаимоскрепляющие связи, обеспечивающие единство и успех. Если наше служение повлияло на вашу жизнь и находит сердечный отклик, я приглашаю вас стать нашим партнером. Бог призвал нас проповедовать не только Евангелие спасения, но и Евангелие царства. Реформирующую и преобразующую силу которого в полной мере должно ощутить на себе окружающее нас общество. Благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке эти цели станут более чем достижимы. Если вы хотите стать частью этого служения, вы можете связаться с нами по телефону, указанному на экране. Я глубоко убежден, это решение лично для вас откроет новые возможности, новые двери для великих Божьих благословений. Огромное вам спасибо и да благословит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok